Еще недавно Ольга, как все обычные люди, не знала, куда девать пакеты. Каждый поход в магазин покупала новые, дома набирался целый шкафчик. Сознание поменял в том числе коронавирус. Гулять на площадках было нельзя, выезжали на природу, а там везде мусор. А то, что люди делают на природе, и все считают какое-то предвзятое к ней отношение, меня всего так прям настолько насторожило. И я понимаю, что что-то станется моим детям, не говоря уже о внукам, ну и тем более со всеми последними ситуациями, всякие разливы, это бытовой мусор глобально, разливы, так это вообще мы не трогаем. Первый шаг Ольга нашила себе и родственникам тканевые сумки. Мама навязала авоськи и сетки, и теперь в магазин только с ними. В каком-то магазине мне продавец сказала, что вы можете сделать. Я говорю, я много могу, я начала с себя, то есть количество людей растет, кто тоже осознанно меняет на сетки пластиковый пакет, то есть это радует. И если каждый будет думать, а что ты можешь один сделать, то мы, конечно, ничего не сможем изменить, даже внутри своей семьи. Сшить такие сумки несложно, даже без машинки. Многоразовую сумку можно и купить. Даже маленьким пакетиком Ольга нашла экологическую альтернативу. Тем более они бесплатные. Если бы они были платные, как раньше, люди бы задумались взять один или десять. А сейчас вот как достала, уже заменила пакеты абсолютно, вот пакеты. Сначала я купила вот такие, то есть шить некогда было. Я купила обычные, которые мы стираем нижнее белье, вот такие сумочки. Даже сложности нет, цена вопроса копеечная. Потом нашила, получается, родителям, и до себя руки дошли. То есть это вообще, я здесь не потратилась ни копейки, потому что у всех остаются отрезки от тюли. Многие не отказываются от пакетов, потому что потом в них удобно выбрасывать мусор. Но если понимать, что такая упаковка отравляет природу от 700 до 1000 лет, и, соответственно, такая же судьба ждет весь завернутый в нее мусор, то по старинке с ведром, контейнером лучше всего. А Ольга шагнула еще дальше. Вот жестяночки, да, вот так вот сминаем, и потом в чермет задаем. То есть там пусть даже, как бы, накапливаем, не так, что там каждый день, раз в неделю это накапливается, не так много. Мы используем вообще очень редко жестянки, в основном, не соврать сгущенных, а ананасы, да, такие моменты. Стекло можно использовать повторно, батарейки или пластиковые крышки принимают. Даже по магазину Ольга ходит с тонким экологическим расчетом. Берешь детям какие-нибудь хлопья. Есть же в упаковке какой? Бумажная, а есть полиэтиленовая, пластиковая. Ты задумываешься, какую упаковку взять, и что я могу с ней сделать. Если бумагу я могу смять и отвезти к родственникам у них свой дом в баню, и это все спалить, то пластиковый пакет, это уже мне тяжелее, там, везти в Сургут. У нас сейчас закрыли сейчас прием пластика. Если знать, где и когда что принимают, в Сургути, к примеру, контейнеры для пластика или бумаги стоят возле крупных магазинов, то мусора, как у семьи Мельчаковых, практически и нет. Даже дочка, играя в магазин, использует детскую сетку. Мама Ольга верит, перемены к лучшему начинаются только с себя. Наталья Платонова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».